Нанотрубки бывают из разных совершенно соединений. В настоящее время уже, я думаю, изучено порядка 50-60 различных соединений, которые образуют вот эти талендрические структуры. Основные из них — это углеродные и нетридборные нанотрубки. Поскольку моя любимая тема — это нетридборные нанотрубки, я ставил у истоков, когда они вообще были заявлены в науке, то я остановлюсь более конкретно на этом материале и для чего вообще нужно все это исследование, как это можно использовать в материаловедении, в электронике. Возвращаясь к свойствам нитридобора, это материал химически стойкий, термически устойчивый, имеет высокую теплопроводность, имеет один из самых высоких модулей упругости. Когда испытывается нанотрубка, например, на растяжение или нажатие, вы можете померить так называемый модуль Юнга. Так вот этот модуль Юнга в нанотрубках из нитридобора приблизительно такой же, как и в углероде, составляет около 1 терапаскаля. То есть это огромная величина, материал абсолютно упругий. Плюс он имеет отличную прочность на растяжение, поскольку борно-нитридная связь между атомами — это одна из самых сильных связей, которые имеются в природе, послеуглеродной. И, соответственно, имея такой комплекс замечательных свойств, дальше встает вопрос, как это можно все применить для того, чтобы эксплуатировать эти свойства для нужд человечества и для нужд хозяйства народного, как раньше говорили, для материаловедения, для физики, для химии. Поскольку нитридбора имеет запрещенную зону — это 5 между 5 и 6 электронвольтами, то возникает первая мысль, что эти материалы могут быть использованы для полупроводниковой электроники. В углероде, поскольку чаще всего графит — это полуметалл, и довольно сложно использовать углеродные, например, материалы, нано-материалы, в частности графены, напрямую для наноэлектроники. Нитридбора — это уже полупроводник. То есть закрыть зону, сделать ее уже намного проще, чем открыть зону в графеновых материалах. Я еще упомяну насчет графена и насчет нитридборных листов. Наиболее популярна сейчас тематика — переход от нанотрубок углерода к графеноподобному материалу. Углеродные нанотрубки, представьте, что вы можете их распаковать, открыть — вы получаете графеновые листы. Это одно из самых модных течений в современной науке о материалах. Эти графены были открыты нашими соотечественниками Андрей Гейм и Костя Новоселов, работающие сейчас в университете Манчестер. Так вот, такие же графеноподобные листы могут существовать и в нитридбора, про который я рассказываю. Если вы откроете нитридборный лист, вы получаете графеноподобное состояние, состоящее из бора и азота. И опять же, выяснилось, что графен, как сам по себе электронный материал, довольно сложен как эксплуатации, потому что это полуметалл. Но если вы его кладете на нитридборный листик, вы можете варьировать ширину запрещенной зоны графени. Вы можете, например, делать различные упаковки, стейкинг между этими материалами, там совершенно эпидоксиальное соотношение получается. То есть нету никаких то, что называется, пертурбаций заряда на границах. И вот сейчас, если вы посмотрите материалы ведущих журналов, таких как Nature, Science, то всегда ученые для электроники, для нужд электроники используют эту комбинацию. То есть есть графеновый лист, под ним лежит нитридборный лист. Кроме того, весь этот сэндвич можно как-то сдеформировать, приложить напряжение, сделать какой-то гейтинг, сделать back voltage. Все вот эти способы и все эти вот трики, они позволяют варьировать различные электронные свойства вот этих вот сэндвичей, которые очень хороши для электроники. Потому что графен, чем он интересен, у него огромная подвижность зарядов, то, что называется mobility. То есть намного больше, чем в металлических материалах. Поэтому вот ученые сейчас прежде всего по применениям вот этих наноматериалов из углерода или из нитридобора, они смотрят в сторону электроники прежде всего. И вот эти вот комбинации из углерода как полуметалла и нитридобора как широкозонного полупроводника, они очень интересны. И все ведущие группы в мире сейчас изучают вот именно вот эти комбинации. Дальше, если вы сравните опять же свойства, механические свойства графенов и нитридоборных листов, они тоже очень похожи. Это очень прочное соединение. Опять же, вот в двухмерных структурах вы получаете вот эти значения терапаскаль, модуль упругости. Десятки гигапаскалей — это пределы прочности на растяжение. То есть возникает еще идея механических применений. То есть, пожалуй, даже я бы думал, что механические применения нанотрубок и вот этих двухмерных листов наиболее близкие по времени, потому что это сделать намного проще, чем делать вот эти транзисторы, полупроводники, которые до настоящего времени являются штучным товаром. То есть, это нужно как-то все это дело положить, как-то все это сориентировать, припаять. Естественно, что процесс очень трудоемкий, требует очень больших человеческих затрат усилий и не всегда надежный. То есть, вы можете закончить вот этот ваш девайс, на каком-то этапе вы выясните, что, допустим, плохие контакты вообще ничего не проводят, и все, значит, вся ваша работа пошла на смарку. Так вот, я бы думал, что и графены, и нанотрубки из углерода, так же, как и нанотрубки из нитродобора и графены, то, что называется графеноподобные листы из нитродобора, скорее всего, более близкая область применения — это механические применения, потому что можно эксплуатировать их замечательные механические свойства. Мы пришли к такой идее в Японии, и потом эта идея была развита уже в Москве, в Миссисе, где я тоже работаю в лаборатории, которую я получил по мегагранту от правительства Российской Федерации, что возможно нитритборные структуры легко использовать в композитных материалах. Это могут быть различные композиты. Это могут быть, прежде всего, например, композиты из полимеров. Поскольку полимер — это вещество аморфное, и в нем довольно легко распределить любую фазу, которую вы хотите упрочинить полимером. Так вот, первое применение, которое мы нашли для наноструктуры из нитритобора, сейчас я буду говорить более конкретно о нитритобора, не об углероде, потому что эта тема мне более близка. Вы имеете материал, который термически стабилен. Полимер, если вы замешаете его с наноструктурами из нитритобора, он будет сохранять свои свойства даже при нагревах. Пока полимер стабилен, ваша структура из этого композита будет стабильна. Кроме того, поскольку у наноструктур нитритобора ширина запрещенной зоны около 5-6 электронвольт, этот материал не поглощает видимый свет, поэтому он остается оптически прозрачным, для солнечного света. Полимеры тоже прозрачные, любые полиэтиленовые пленки. Если вы добавляете какие-то наноструктуры из нитритобора, либо трубки, либо частички, либо двумерные материалы в полимеры, полимер выглядит так же, как он выглядел до внедрения. То есть он прозрачный, он белый, не поглощает видимый свет. Если то же самое сделать, например, с углеродными материалами, то полимеры немножко чернеют, они становятся сероватого цвета, что уже не очень красиво и функционально. Так вот, если вы делаете то же самое с нитритобором, ничего не меняется, полимер остается таким же, как он был. Но преимущество какое? Мы можем экспортировать свойства механические нитритобора, что это вещество очень прочное. 35-40 гигапаскаля на растяжение, предел упругости, модуль упругости 1 терапаскаль, плюс удивительная гибкость этого материала при любых деформациях. То есть у вас полимер становится прочнее. Ваш полимер становится прочным, он становится теплопроводным за счет внедрения совсем небольшого количества наноструктур. Например, достаточно ввести 1-2 весовых процента наноструктур нитритобора в полимерные материалы, такие как, например, PVP или PMMA, известные вот такие материалы, то материал становится термостойким, материал становится теплопроводным и прочным. То есть на 30-40-50 процентов можно увеличить прочность, на такую же величину можно увеличить теплопроводность полимерных пленок. И это очень такое, я бы сказал, перспективное направление, поскольку оно уже близко очень к внедрению. Упомянуть можно, что работая в Японии, мы уже получили около сотни японских патентов на применение вот этих наноструктур в материалах из полимерных веществ. Это была история про полимеры с такими структурами. И дальше мы пошли еще глубже. Мы решили, что есть целый комплекс материалов металлических, такие как алюминий, литий, магний. Это материалы легкие для структурных применений, но материалы очень мягкие. Так вот, если попытаться сделать такие гибриды, наногибриды, состоящие из легких металлов и наноструктурные 3D-бора, возможно получится получить то, что я называю, материал мечты. То есть можно будет сделать материал такой же легкий, как алюминий или магний, но такой же прочный, как сталь. И вот я бы думал, что если удастся решить некоторые технологические проблемы, над которыми мы сейчас работаем и в Японии, и в России, то вполне возможно получить материалы с прочностью до одного гигапаскаля. При этом плотность этих материалов будет равна плотности алюминия и составлять всего-навсего 2,5 грамм на сантиметр кубический. То есть это очень важно для конструкционных применений. То есть где вам нужно легкий материал, но с высокой прочностью, например, авиакосмические изделия, машиностроение, самолетостроение. Все, где вам нужно иметь в виду, что масса объекта должна быть минимальная для того, чтобы сэкономить энергию. Вот такие перспективы, я думаю, для применения наноструктуры нетридобора. Все смотрится очень хорошо и очень интересно, но естественно, как в любом деле, существует много технологических проблем, связанных с тем, что, как я упомянул, нетридбора не смачивается, он очень пассивен. То есть когезия между нанофазой и металлической фазой, на сегодняшний день вопрос когезии еще не решен. То есть когезия на границе металл-наноструктура меньше, чем прочность наноструктур. Получается, что вы не можете до конца использовать ресурсы, которые вы могли бы иметь, если бы эта когезия была максимальной. То есть вот сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить эту когезию. Сделать сцепку между... Плюс вторая проблема — диспергирование. Диспергирование наноструктур в металлах. В полимерах это просто, а в металлах это довольно сложно, потому что металл имеет зеренную структуру, и металл имеет свое видение, как он должен кристаллизоваться, и когда вы внедряете в него наноструктуру, вы должны еще иметь в виду, что там есть различные дефекты в металлах. Границы зерен. То есть как это все будет там вместе смотреться, как они все там будут аккомодированы между собой — это тоже вторая проблема. То есть когезия на границе плюс диспергирование, чтобы она была гомогенная, полматериала. Не так, чтобы где-то было густо наноструктура, а где-то пусто, а так, чтобы это было гомогенно. Вот над этим мы сейчас работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова